Эксперт Уикенд Комментарии топ-спикеров на актуальные темы с Артёмом Оставенко Всем привет, вы на АРУ ТВ и сегодня в программе Эксперт Уикенд с нами Леонид Радзиховский В России пошли такие условно-добровольные отставки губернаторов Губернатор Тувы, Ульяновской области Это кейс Шпигеля повлиял, то есть небезопасно нынче губернаторствовать в России стало То есть они просто боятся, нервы не выдерживают Или это какой-то управляемый процесс перестановок в этом сегменте власти, как вы считаете? Ну, мне трудно судить, но я не верю в то, что это добровольные отставки Чиновники в России добровольно в отставку не уходят Я думаю, что их снимают, может быть, кого-то снимают действительно под вопросом пистолета или смерть То есть уходишь по-хорошему или с уголовным делом Это возможно, да Но я думаю, что в любом случае инициатива идет сверху Ну, а причина этого тут дать нечего В сентябре выборы управления внутренней политики Нервничает управление внутренней политики администрации президента Нервничает задача поставленная Ну, ее первый замглавы администрации Кириенко Значит, который руководит, собственно, всей внутренней политикой в России Насколько я помню, он ее сформулировал так 45% голосов за список Единой России при 45% явке А вы помните, простите, откуда? Вы как-то присутствовали на каких-то совещаниях или как вы помните? Нет, я на совещаниях не присутствовал По крайней мере, лет 10 уж точно Это было в печати Это он открыто сказал А что тут? Тут стесняться давно нечего Формально администрация президента должна быть обязана Быть равно, удалена от всех партий Но кто эти глупости всерьез воспринимает? Это администрация президента Это штаб Единой России Другое это никто никогда не скрывал Все это знают Другое дело, что это глупость Что все остальные партии рванным счетом Ничем не отличаются от Единой России Но это отдельная история Тем не менее, формально По корпоративным признакам По символическим признакам Для администрации важно, чтобы победила Вот с таким счетом Не отделение Единой России под названием ЛДПР И не отделение Единой России под названием КПРФ А именно Единая Россия под своим названием Ну вот такая игра Короче говоря, рейтинг у партии паршивый И естественно, что сейчас разосланы во все регионы Значит там и эксперты работают И другую информацию получают по другим каналам Что-то может быть от Следственного комитета От ФСБ Все это суммируется в администрации И они выбирают слабаков Выбивают их тот губернатор Который не имеет поддержки в регионе И не может быть тягачом Чтобы вытянуть список Единой России Тот губернатор уходит на его место Присылают энергичного из Москвы С заданием, что вот ты сейчас пришел В сентябре ты должен вытянуть список Боевое крещение Вот я думаю, примерно по такому механизму Но а только ли слабых убирают? Мы видели в пример Фургала Есть ли такое, что, например, если губернатор Более-менее независим пришел вследствие выборов И у него слишком высокие рейтинги Это может представлять опасность и его убирают? Ну независимых губернаторов, естественно, нет Незговорчивые есть Слишком много себя понимающих есть Слишком в паршивых отношениях с местной Единой Россией Да, есть, конечно И это причина, что это уже небезопасно сейчас для них? Ну, конечно Ну вот, допустим, Ульяновская область Там губернатор Морозов такой По-моему, Морозов, если я не ошибаюсь Может, ворву, не помню Фамилию не помню Но помню, что этот ульяновский губернатор Там сидит чуть не 18 лет А я думаю, что он коммунист, естественно Я думаю, что у него довольно высокий рейтинг должен быть Если столько лет сидит, наверное Пользуется какой-то поддержкой Ну и вот уходит Уходит, будет сидеть в Совете Федерации Ну, наверное, на его место пришлют человека Который должен одеяло по возможности перетянуть Ну, Ульяновская область, она заколдованная Одно название, чего стоит, Ульяновская Поэтому она, естественно, традиционно красная Голосует за коммунистов Но хоть что-то по возможности перетянуть Ну, все-таки уход в Совет Федерации Это как бы уход не туда, куда Фургал, например, ушел Нет, это почетный уход Я говорю, что я не думаю, что это всегда репрессия Это по-разному В каком-то случае это угроза В каком-то репрессии Но политический смысл Точнее, не политический Поскольку политики в смысле конкурентных выборов в России нет Корпоративный Корпоративные конфликты, да, есть Корпоративные конфликты между партиями есть Вот корпоративно-административный смысл Он понятен Вытянуть, обеспечить на выборах в сентябре А вот если попытаться представить внутреннюю мотивацию Такого среднестатистического российского губера Который сидит вечером после рабочего дня в кабинете И думает, вот как мне лавировать между всем этим Не быть слишком популярным Быть лояльным Не воровать невозможно Не воровать нельзя Воровать за это могут посадить Вот как у него То есть как у него выстраивается Вот эта конфигурация Таких сдержек противовесов Вот этого всего Как бы вы это представили себе? Ну есть такое выражение в России известно Положение хуже губернаторского Вот вы его описали Положение губернаторов часто действительно хуже губернаторского Есть такое выражение Ну балансирует как? Балансирует вообще А вообще мотивы российских губернаторов И крупных чиновников Они понятны? Они же не понятны При советской власти понятны Все, что было у чиновника Это был его крест Персональная машина Казенная дача И так далее, и так далее Сейчас российские чиновники Тем более, которым за 50, под 60 Это богатейшие люди Естественно, все Долларовые миллионеры Но миллионеры Это не значит, что у него миллион долларов Это значит, что у него десятки миллионов этих долларов Очень-очень богатые люди У всех у них родственники Успешные коммерсанты, как говорится Жены, братья, свати Ну и нахрена им это радость Разгребать это дерьмо Вечно получать тычки Из администрации президента Вечно быть перед всеми виноватым Ну да, молодой, понятно Грызет у дела Рвется там Энергию девать некуда Ну а когда человеку уже хорошо за 50 Карьеру он никакую не сделает Потолка своего он давно достиг Вечно заниматься какими-то идиотскими Пенсиями И воровством на строительстве дорог Ну куда столько украсть Что с ним делать На тот свет с собой нести Дорогу вымостить в рай Ну что? Что держит? Это же отдельно интересный вопрос Но держит привычка, конечно А что мне делать? В домино играть? С женой драться? Сидеть в безумном Совете Федерации И спать, значит, с открытыми глазами Так все-таки власть Да, на меня орут из Москвы Но мне есть на кого поорать Ну в общем это сложный вопрос Что держит людей Кстати, не только в России Что держит людей в политике После определенного возраста Когда они прекрасно знают Что никакой Байденами они не станут Трампами они не станут То есть после известного возраста Уже вперед они не пойдут Ну и что они так отчаянно цепляют Кстати сказать, на их глазах Масса их коллег ушли И никто не пропал Никто не спился Никто не застрелился Прекраснейшим образом живут И горе не знают Может быть выход из этой системы Он какой-то затрудненный Ну то есть нельзя просто Подать в отставку И сохранить пивной заводик сына Там какую-то недвижимость жены Там еще какое-то Что-то там у кого-то А как-то надо будет сдавать что-то Ну делиться чем-то Терять что-то И они этого боятся? Или еще нести какие-то потери? Да нет Я таких прецедентов Честно говоря не знаю Чтобы губернатор Который по своей воле ушел По добру, по здорову Чтобы начались какие-то крупные неприятные То есть бывает конечно и такое Но это исключение Гораздо больше шансов Погореть Сидя в должности Чем погореть Очистив место Ну может быть Если ты мотор бизнеса И откаты все идут через тебя Но может быть после этого Бизнес детей как-то значит затрещит Ну в общем Это отдельный любопытный вопрос Я думаю что на эту тему Существует много исследований И социологических И экономических И относится он отнюдь не только к России Он относится к самым разным странам Где воруют Где не воруют Где мало воруют Какова мотивация человека На административной Подчеркиваю административной Потому что сидеть в Думе депутатом Это дело нехитро Делать ни черта не надо Изредка появляться Нажимать на кнопку И пользоваться привилегиями Летать самолетами По особому ранжиру Как государственный чиновник В общем быть депутатом Это дело приятное Безобидное Приятное И не пыльное А вот занимать административную должность Это хлопотно Это ты вечно плохой Вечно все тобой недовольны И снизу и сверху Да у тебя есть возможность Орать, давить и так далее Но и тебя будут давить Орать и прочее Поэтому почему люди Так за это цепляются Это интересный вопрос Но я думаю Что такого рода исследования Психологические Суфрологические Экономические Они я думаю Что есть Да безусловно От темы Навального Сейчас уйти невозможно Вот почему Когда сидел Ходорковский Власть не делала Такого пиара К нему не ездили Там условные Нарицательные Марии Бутины Его не снимали В камере На видео И это не публиковали И вообще Утечки Зоны Где сидел Ходорковский Были крайне-крайне Редки И такие Небольшие Но Навальный Там просидел Еще месяц Может даже не просидел Но уже было Столько пиара Практически Реалити-шоу Одно из реалити-шоу Появилось в стране С чем вы связываете Вот такое Различие кардинальное Ну во-первых Я бы Не приписывался Это только власти Насколько я помню Это давно было Но насколько я помню В Ходорковске Особенно права-то не качал Он когда сел Уже я подзабыл Это было лет Пятнадцать назад Но вроде бы он После того как сел Довольно быстро написал Ну сам написал Или говорили Белковский написал За него Не знаю кто у них там писал Но под его фамилией В любом случае Вышла статья Левый поворот Такая Ну полупокаянная Где он Пытался как-то Значит Соломку подстелить Вроде как Сказать Что что-то с приватизацией Было нехорошо В общем какие-то такие Реверансы были В сторону власти Ну собственно говоря На этом его По-моему Публичная активность И закончилась Он так довольно Активно Вел частную переписку И мы это разрешали С разными людьми Там с писателями Вот с Куниным С Улицкой Еще с кем-то Но так он особо Права-то не качал По-моему Было один или два Случа Когда он объявлял Голодовки Это было действительно Я даже не знаю Чем все кончились Его голодовки Честно говоря Один раз было По поводу Какого-то суда Над кем-то Из его сторонников Ну в общем Подробности Сидения Ходорковского Я подзабыл Время немного прошло Вот Значит Навальный Права качает Очень активно Пока во всяком случае И по поводу Своего здоровья И по другим поводам Ну я думаю Что в этом вопросе По-видимому В администрации Принято Судя по активности Журналистов А принято решение Как говорится Пойти навстречу И утопить Пойти навстречу И утопить Ну вот Ездят туда Всякие Бутины Не Бутины Разные журналисты Какой образ Навального Хотят создать В широких Народных массах Ну понятно Что сторонники Навального Ваши слушатели Значит Очень переживают Дрожат от волнения От возмущения И так далее Правда Пальцем о палец Никто не стукнул Пальцем о палец Ну нет Ни одиночных пикетов Ни там Каких-то еще Действий Ну как-то Врачи там Объединяются Чуть-чуть Есть активность Сейчас объявили сбор Фри Навальный Там тоже вроде бы Народ подтягивается Активно Ну не знаю Я пока Пока что Во всяком случае Вот я прочел На сайте Эхо Москвы Какой-то журналист Забыл фамилию Такой активный Очень Навальнист Он прям с отчаянием Кричит Что же вы ни черта Не делаете Что же вы не шевелите Что же вы Пищите по своим Значит Блогам И пошевелиться Не хотите Как будто бы По каким-то Другим поводам Кто-то В России Что-то делает Ну да Одно и то же Значит Брюзжат Брюзжат Ругаются Скорбят Брюзжат Ругаются Больше никто Ничего никогда Не делает Ну никому не охота В тверягу сходиться Кому это надо Ну не важно Короче говоря Сторонники Навального Как вы понимаете Активные Сторонники Навального Для власти Не составляют Вообще Никакой Проблемы Их мало Ни на какие Действия Они не способны В выборах Они участвовать Не могут Потому что Организация Его не зарегистрирована То есть Это я думаю Администрация Очень мало Беспокоит Более того Они могут сыграть Некую полезную роль Если они будут Ругаться С яблоком Например То они благополучно Друг друга Обнулят Яблоко их А не яблоко Тоже мелочь А приятно То есть Это опять же Для администрации Неплохо Но я думаю Что администрацию Президента Другое Может беспокоить Широкое Общественное мнение Народное мнение Навальный Это же вам Не Ходорковский У Ходорковского Хоть треснее Ни единого шанса Стать популярным В широких народных массах Не было по определению Приватизатор Миллиардер Еврей Ну Какие у него шансы И слишком интеллигентный Ну Это дело вкуса Но васян Да Выглядит как такой Не наш человек В общем По любым статьям Сильно умно Подозрительно Подозрительно умно Да достаточно одного Миллиардер Все Уже тема закрыта Остальное Уже знаете Как Во время Какого-то сражения Наполеон Спрашивает Где Бартье Маршал там Какой-то Ему отвечают Сир Во-первых Он убит Во-вторых Не надо Достаточно Во-первых Ну вот Приватизатор Миллиардер Тема закрыта Больше обсуждать Ничего Свои фанаты Есть Свои Акунины Есть Пожалуйста Но Не они же На выборы Входят Навальный Дело другое Он очень хочет Быть популярным Именно в народе Он очень хочет Казаться Человеком Из народа Он очень старается Быть ближе К народу Что вполне естественно Потому что Навальный Политик Популист Который Делает ставку На Народную любовь Народную популярность Ты делаешь ставку На народную популярность Ну вот сейчас Мы тебе устроим Народную популярность Ты сам напросился А сейчас получишь Элементарно Ватсон Ты склочник Ты просто склочник Вот образ Который Телевидение Бутины Шмутины Соловьёва И так далее И так далее Вот образ Который они будут Создавать Создают И будут создавать И симулянт Ищут Симулянт Да Тоже Но главное Просто склочный мужик Слушай Посадили Сиди Миллионы сидят В чём дело Чё ты качаешь права Чё ты лезешь Ну там система Тоже как-то поддаётся Вот говорят Курицу значит Впервые в истории Закупили Для кормления Заключённых В этой колонии Там И кстати Стало Мы с вами На прошлой неделе Поговорили Про вариант Выдачи Обмена Навального На каких-нибудь Людей Типа Виктора Бута Или кого-то ещё Кто Системные люди Которые сидят За границей И вот уже В прессе Стали появляться Подобные Рассуждения Экспертов Ну вот значит Они послушали Ну конечно Нашу программу И сделали выводы Ни на кого его Не обменяют Никакого обмена Не будет Потому что В глазах Путина Это будет называться Прогнуться То есть Его могут Обменять При одном Единственном Слове Если он Приползёт С просьбой О прощении В общем Как помните А это Для него Смерти подобно Это как В мастере Маргарете Помните Там Когда арестовали Этого Басова Председателя Желтого Рещества Его жена Ему говорит Покайся Иваныч Тебе скидка Уйдет Молчи Дура Проклятая Ну вот Покайся Иваныч Тогда Да Поэтому Их задача Показать Образ Навального Следующий Склочный Эгоцентричный Эгоистичный Думает Только о себе Трусоватый И так далее И так далее И так далее Раз Венчать Конечно Для многих Людей Эта Приманка Будет Очень понятной Потому что Те самые Широкие Народные Массы К которым Навальный Апеллирует Им вот эта Логика Жлобская Логика Если человек Чего-то требует Да ты склочник Да ты склочник Че тебе надо-то Это же как в армии Когда говорят Я служил Меня опускали Меня били Я был салагой Надо мной издевались Теперь пусть другие послужат Это очень типичное Народное рассуждение Ну ладно Я допустим Сам не сидел Но неприятности имел Не качал права Сидел тихо А тут Смотри пожалуйста Сам напросился Знал что посадят Посадили И начал права качать Это что вообще такое Это не в русской традиции Качать права В американской традиции Вот в Америке Это нормальное явление Естественно Человек добивается Своих прав Это воспринимается Всеми Абсолютно нормально Абсолютно естественно В русской традиции Совершенно иначе Сиди Терпи Жди И так далее И так далее Опять же Это не для всех так Многие люди Совершенно по другому Конечно Несправедливо Посадили Ужасные условия Добивайся Пробивайся Борись Многие так рассуждают Но большинство То широкое народное большинство К которому Апеллирует Навальный Оно отнесется к этому Вот когда он рассказывает Что у Сечина денег Куры не клюют И у Путина дворцы Это народу интересно Это народ понимает Это вызывает поддержку Да Это не вызывает Священного гнева Это не приводит к тому Что люди прям Готовы на баррикады идти Или даже голосовать За Навального Нет Но все равно Это широким народным массам Понятно Это вызывает Сочувствие К тому Кто это показывает То есть к тому Самому Навальному Это он делает правильно Но когда он Начинает добиваться прав То это у тех же Самых людей Вызывает другую реакцию Да вообще Да кто ты такой Да почему же другие-то Почему о других Не говорят Почему ты один Такой особо Исключительный Что ты за себя Стараешься То есть если бы Он продемонстрировал Принятие своей Судьбы И такое смирение Он вызвал бы У глубинного народа Больше симпатий Вы так считаете? Безусловно Смирение Нет Не смирение Я не признаю Справедливость Этого суда Я не отступаю От своих взглядов Это чего нет Того нет Никакого смирения Но Мужественное терпение Я мужественно терплю А не требую Дайте мне курицу Вот курица Это им не нравится Если ты для себя Кури добываешь Это работает На тот же самый образ Который власть Транслирует Постоянно А что хочет Навальный-то? Что он хочет? Да он сам хочет На место Путина Вот и все Сегодня ворует Путин Сегодня ворует Сечин Сегодня ворует Ковальчук А завтра Навальный хочет Воровать сам И чтобы воровали Его там Соболи И кто у него там еще Это народ понимает Эта мысль Людям очень близка Естественно И власть Раскручивая Перед ними Капризного Склочного Нетерпеливого И так далее И так далее Навального Говорит Ну вот видите Он такой же Он такой же Он думает Только о себе Он старается Только за себя Да еще и Сам в тюрьму попал И сам же Сам же добровольно В общем пошел Не рассчитал Да не рассчитал Попал И тут же начинает Права качать Не привык к трудностям Не привык Как вот мы живем Тут же власть Соловьев С его виллой На значит Озере Кома Мгновенно объединяется С 20 миллионами своих Зрителей У которых тоже 6 соток Под Тамбовом У Соловьев Виллы на Озере Кома У них 6 соток Под Тамбовом Но мы вместе Мы народ Мы то терпим Мы то живем Мы то права Не качаем А он за себя Старается Вот я думаю Тот примерно Психологический Эффект На который Рассчитывает Государственная Пропаганда Создать образ Выпендривающегося Склочного И не готового К реальной Такой тяжелой Суровой жизни Человека Вот примерно Я думаю Что примерно так Иначе объяснить Эту суету Телевизионщиков Я не могу Ясно что они действуют Четко по приказу Четко по заданию Все что касается Навального Это стопроцентно Делается только По приказу администрации Никакой самодеятельности Тут быть не может Если бы даже Какие-то Телевизионщики Радио рейсинга Сами подсуетились И поехали Это теоретически возможно Но в эфирах Естественно Никто не выпустит И Это делается Стопроцентно Четко Только по приказу Тут никаких вариантов Ну а те кто топят За Навального И сочувствуют ему В СМИ Ну тоже Эхо Москвы Уже практически Там в Навальный ФМ превратилось Последние недели Они как вы считаете Насколько они В этом самостоятельны Абсолютно Самостоятельны Никто им не мешает Делать что хотеть Власть прекрасно знает Что эхо Москвы Это такой загон Для навальнистов Но она их Совершенно не беспокоит Еще раз повторяю На навальнистов В том виде В котором они сегодня Власти абсолютно Наплевать И события Точнее отсутствие Событий В январе Феврале Ясно показалось Что власть Абсолютно права Эти люди Ни на что не способны Они всего боятся Они умеют Только в интернете Гудеть Ну и пусть гудят Тут уж совсем легко Во-первых Этот гул Никакого значения Для власти не имеет Ну а во-вторых Они кормят троллей На одного такого Фаната Тут же прибегает Один тролль Из Пригожинской Конюшни И они с удовольствием Замкнувшись Друг на друге Начинают друг друга Оскорблять Поливать помоями Проклинать Все довольны Навальнист Отводит душу Тролль Получает зарплату А значит Пригожин Докладывает О полезной Сделанной работе Симбиоз В общем такой Симбиоз Абсолютно Давайте заглянем В Белоруссию Там ситуация Как раз Тоже Затихла Я имею ввиду В плане Уличных протестов Лукашенко По-прежнему Делает все Что хочет И в принципе Там Всем как-то По большому счету Наплевать Вот как вы Относитесь К такой мысли Древнегреческой Что невозможно Укоренившегося диктатора Свергнуть силами Одного полюса Что должно быть Потому что сил не хватает Что должно быть Объединение Нескольких полюсов И тогда это возможно Насколько тут Страны Евросоюза Способны Как-то помочь В свержении Лукашенко В той или иной форме В мягкой Жесткой Уход от власти Что-то такое Если под полюсом Понимается Один город То эта мысль Бреков Совершенно неправильная Потому что Восстание В одном городе В столице Означает Конец диктатуры Полюс это все-таки Государство Как город-государство Если под полюсами Понимается государство То эта мысль Тем более неправильная Потому что Европейские государства Сделали максимум Что они могут Для противостояния Лукашенко Он персона Нонград Он никуда не ездит Он заперт В своем Минске К нему никто не ездит Он вычеркнут Из всех мыслимых И немыслимых списков Даже самое болезненное И самое для него Дорогое Вот эти соревнования По хоккею Или там Почему у него Планировались соревнования Ему запретили То есть Что мог В Россоюз Он сделал Эффект равен нулю Ну то есть Лукашенко Видимо считает Что эффект Для него очень полезный Что Таким образом Ему удается Сплачивать Свой электорат Против западных Господ Это чепуха Я думаю Никого он не сплачивает Лукашенко Демонстрирует Так же как В гораздо более Острой форме Демонстрирует Президент Венесуэла Демонстрирует Простейшую вещь Против лома Нет приема Окромя Другого Лома Все Сила Солому Ломит Вообще Случаи Свержение Диктатора Монополиста Во всей Огромной Гигантской Истории Человечества Можно по пальцам Пересчитать По пальцам Свержение Снизу Свержение В ходе Дворцовых Переворотов Да Свержение В ходе Революций При том Что в этих Революциях Всегда Участвует Какая-то Часть Элиты Да Свержение В ходе Войны Да Но чтобы Диктатор Полностью Консолидировал Элиты И никто Не смел Пикнуть Чтобы Войска Полиция И так далее Были полностью На его стороне Чтобы не было Никаких соперников Наверху И чтобы Чисто просто Движением Народа Снизу Его скинули Ну такие случаи Наверняка были В истории Все было Но таких случаев Раз-два Обчелся Если взять Знакомую нам Русскую историю То Попытки Свержения Самодержавия Удачные Неудачные Были Как известно В 1905 году И В 1917 году Оба раза Они были связаны С войной С неудачной В первом случае Объявленной Что ее проиграли Хотя Россия На самом деле Не проиграла Японии Но тяжелой Бездарной Бессмысленной Войной Ну а во втором Случае Войну Она опять же Не проиграла В 1917 году Но война была тяжелая Изматывала народ Это с одной стороны А с другой стороны Были мощные элиты Которые были Против царя И власть его Держалась Чисто на инерции Эти элиты Были и буржуазные И парламентские В 1917 году Дунские В 1905 году Парламента Никакого не было Но Было большое Недовольство Среди буржуазии В том числе Среди крупной Буржуазии Известно Что до поры До времени Они даже Были такие случаи Что они даже Забастовки на своих Фабриках Поощряли В определенной степени Но главное Это поражение Или очень Большие неудачи В кровопролитной Внешней войне Чтобы войны Не было Раскола элит Не было Никакого движения Вокруг В ближайшем Окружении Царя Не было И чтобы при этом Просто народ Среди бела дня Царя сбросил Но В истории России Я таких случаев Просто не знаю Наверное Покушение еще Вспомнить Когда были Единичные покушения Анархистов Там каких-то Идейных Молодых людей В конце 19 века Блестящий пример Который подтверждает Ту же самую мысль Люди снизу Террористы Народовольцы Не только покушались А убили царя Да Убили И что произошло Ни-че-го Система осталась Неизменной А? Система осталась Неизменной Самодержавие Даже не дрогнуло Единственная реакция Была в том Что их повесили А Александр Третий Который пришел На смену Убитому царю Сказал Что Ему там один написал Что вот значит Ваше Величество Только не дай Бог Их не помилуйте Их народовольцев А Александр Поперек этого письма Написал Ко мне Никто не посмеет С такими предложениями Даже подойти Единственный вариант Теоретически возможный Это такой Спартак Восстание Низок Восстание Но восстания Сейчас не бывает Не те нынче времена Сейчас это не носят Если бы это восстание было То я думаю Что сто лет назад Его бы подавили Большой кровью Как вот В 905 году Патронов не жалеть И так далее Может быть не те Молодая Я смотрю на потолок И отвечу Но теоретически Мне кажется Следующее Если есть Организация Вообще без организации Не бывает на этом свете Ничего Стихийно Просто вот Значит В сети написали Там Блогеры Друг с другом Списались Малознакомые И стихийно вышли Это мне кажется Ну то есть Не мне кажется А вот пример Белоруссии Показывает Что этот номер Не пляж Как вышли Так и вернулись Вот Должна быть организация Организации По-видимому Там нет Энергия копится Она же должна Где-то концентрироваться Лукашенко Очень повезло Конечно С Тихановской Он по-настоящему Должен ей дать Все существующие У него ордена И назначить ее Там Председателем Народного Союза А это почему? Ну потому что Такого противника Если у тебя Такой Противник То других Тебе уже не надо Считай Уже выиграл При наличии Такого противника Можно уже не волноваться Так Вот Ну беспомощный она Человек Ну так получилось Она случайный Совершенно человек Который выставился Дуриком Вместо своего Сидящего мужа Там и так далее И так далее Все это очень мило Но Но не может она Руководить Политической борьбой В общем новым Политическим лидером Западного типа Ей не стать На ваш взгляд Ну может быть Может быть в Швейцарии Симпатичная домохозяйка Которая просто говорит И умеет улыбаться Имела бы успех Но в качестве Революционера Атакующего Авторитарную власть Это не тот случай Противник Который Представляет собой Облако в штанах Облако Рассеется Вот Должна быть Некая организация Ну и конечно Эту организацию Надо кормить Поить Запад видимо Какие-то деньги Выделяет Но я думаю Небольшие Вообще говоря Западу мало Интересен И Лукашенко И Белоруссия И Тихановская Ну попищали Попищали И успокоились Это Совершенно неинтересная Для Запада страна Ну какая им По большому счету Разница Что там происходит Тем более сейчас Если бы еще было Такое абсолютно Благополучное время Когда политики На Западе Вот целый день Сидят Ногти грызут И думают Чем бы нам заняться Ну какие создать Информповоды Ну как объяснить Своим Немецким Шведским И французским Избирателям Что мы для чего-то Существуем А Ба Вот она Белоруссия Не было у Женки забот Купила себе карася Очень хорошо Но сейчас-то Западным политикам Мягко говоря Есть чем заняться Сейчас-то они Головы не поднимают У них настоящая Война идет Реальная война Самая тяжелая война В Европе С 45-го года Так Война с ковидом Там можно По-разному Объяснять Как это все происходит Но факт Это есть факт Все западные правительства Заняты только ковидом Ну что им в этой ситуации Домарусь Ни спереду Ни за Так Ну и на финалочку Украина Если Путин Блефует И делает Вот это Все что он сейчас делает Концентрирует Войска С разных сторон Украины На разных участках Границы Все это так Активно С репортажами По каналу Звезда И прочее Для чего этот блеф Что он хочет в игре Добиться этим ходом Хороший вопрос Правильный Значит смотрите Я в прошлый раз Говорил Что Войны не будет По моему Впечатлению По моему Рассуждению По моему ощущению Что войны не будет Я В общем Свою точку зрения Не изменил Хотя За эту неделю Нагнетание идет страшное На прошлой неделе Такого нагнетания Совершенно нет Нагнетание Это идет По разным линиям Во первых Это значит Действительно Концентрация войск Причем Вы говорите О концентрации Войск Путина А российская пропаганда Говорит о концентрации Украинских войск Прямо как по учебнику Все Да И я склонен думать Что обе стороны Говорят святую правду Концентрируется Как всегда Войска По обе стороны С одной стороны Концентрируется Войска То есть По Чехову Ружье висит И оно должно Выстрелить Или может выстрелить А с другой стороны Идет активная Пропагандистская подготовка То есть Обе стороны Без конца повторяются Мы конечно Воевать не будем Мы конечно Воевать не хотим Мы конечно За мир Но если Они Свою Грязную руку Поднимут То мы Естественно Достойно ответим Классическая Психологическая И политическая Подготовка При этом Обратите внимание На один Невероятно Интересный Феномен О котором Никто вообще Не говорит Значит Идет Обмен Угрозами Зеленский Ездит На передовую Первый Зам Главы Администрации Президента России Козак Который Курирует Украинское Направление Кстати Он сам Этнический Украинец Говорит Что если Россия Нападет На Донбасс То мы Своим Поможем И так далее Путин Ведет Переговоры С Меркель И С Макроном Зеленский Беседует И с Меркель И с Макроном И с Байденом И с кем он только Не беседует Но не он Не Путин Не беседует Только с одним человеком Друг с другом Казалось бы При таком напряжении При том Что и та И другая страна Без конца Объясняют Что мы не хотим Мы не хотим Ну снимите трубку И позвоните друг другу Так может они заранее Договорились И разводят Все мировое сообщество На пару Нет Я так не считаю Я просто констатирую факт Что естественнейшего Необходимейшего Разговора между ними По абсолютно Непонятной причине Не происходит Более того Ну хорошо Великие Неразрешимые амбиции Кто Кому Первый Позвонит По чьей инициативе Будет звонок Конечно Решение вопроса По чьей инициативе Будет звонок Гораздо важнее Чем какая-то Несчастная война И какие-то Несчастные Тысячи трупов Я не иронизирую Абсолютно Потому что трупы Это быдло Мясо И извините Не только в России В ужасной Авторитарной России Но и в прекрасной Демократической Украине Вы имеете ввиду В сознании Власть придержащих Да Естественно В сознании Президентов Трупы Это просто мясо А звонок Мой И амбиции Мои Так естественно Что мне Мои амбиции Гораздо дороже Чем чужое мясо Кроме того Дело не только В моих Личных амбициях Но и в том Как это подадут СМИ Как это Я кому-то позвонил Неразрешимая проблема Но друзья мои Есть же способы прокладок Есть министры Иностранных дел Есть начальники Генеральных штабов И там уже Не такой отчаянный Счет идет Кто тоже идет Но не до такой Отчаянной степени Кто кому первое позвонит Казалось бы В такой ситуации Самое простое Неизбежное И необходимое Это прямой контакт Кстати Во время карибского кризиса Там по-моему Брат Кеннеди Позвонил первый Кому-то в Советский Союз И потом они сделали Вот эту вот Отдельную спецлинию Между двумя Руководителями По-моему так было Ну я не помню Там разные есть легенды Я читал легенду Значит Евтушенко Что он Евтушенко Будучи в этот момент В Вашингтоне Выступил как неофициальный Посредник В переговорах Между Москвой И Ну я думаю Это более-менее апокриф Но не важно В общем Первый факт Который необходимо Констатировать Что нет почему-то контактов Факт Факт Ладно А теперь давайте Идем дальше Путин концентрирует Путин то Путин все Значит зачем он это делает Ответов может быть два Естественно Ответ первый Путин спокойно Собирает силы И концентрирует их Для мощного удара По Украине Правильно? Вариант Вариант А в это самое время Украина Спокойно ждет Когда он соберет Достаточное количество сил Чтобы врезать Ей в челюсть Поскольку украинские войска Там постоянно Находится Дорожка для них Поближе Собраться им ближе То они естественно Не нападают на Донбасс Потому что Как же можно Нападать Пока русские Не собрали должную силу Что же мы Нечестные Жулики какие-то Так пацаны Себя не ведут Не по-пацански Пусть они соберут По крайней мере Столько Сколько им надо И вот тогда Мы Будем готовы Отразить Логично? Ну да По-моему очень логично Значит если считать Что Путин собирает силы Для удара То украинская армия Спокойно Добродушно Расслабленно Этого удара Ждет Что делает честь Рыцарским качеством Украинских гайдамакс На переговоры Не идет Путину Не звонит Честь свою Соблюдает Никаких действий Не предпринимает Спокойно ждем Русского нападения Это один из сценариев Так Какой еще Вы видите? Другой сценарий Сейчас к нему Перейду Задам только Один вопрос А зачем? Путину Нападать на Украину Цель Все таки Каждое действие Должно иметь Какую-то цель Есть вода в Крым Есть какой-то Может быть у него Был жесткий разговор С Байденом А как мы знаем Путин Реагирует на давление Извне Обратным действием То есть он этому Давлению не поддается А делает наоборот Есть вариант Что у Путина Есть сверх идея Мессианская Что надо Собрать земли Ну и вот Такие например Варианты Три варианта Значит Первая Вода в Крым Должен вам сказать Что ходят Очень разные На эту тему Слухи И многие Украинские блогеры Буквально Захлебываются От счастья Что в Крыму Чуть ли не люди С голоду Не с голоду А от обезвоживания Завтра дохнуть Значит Но это не похоже На правду Я имею Кое-какую информацию Непосредственно Из Крыма Конкретно Из Симферополя Ну как-то нет У них вот этого Те кто люди С которыми со мной Общаются Они говорят Что проблемы У нас конечно есть Но они у нас Вообще говоря Всегда были Ну ладно Допустим Мнение частных лиц Не имеет никакого значения Но есть Понимаете ли Другая проблема Ведь если люди Испытывают реальные проблемы Не со свободами Не с доходами Даже не с едой А с водой То они выдержат Из этого Крыма Ну не все конечно Но огромное количество людей А тем более дети Какого черта Они будут сидеть И думать Это что Блокадный Ленинград Вырваться нельзя Дороги жизни нет Слушайте Люди не могут Жить без воды Без еды могут Ну ее же не совсем Там нет То есть она постепенно Заканчивается А Путин Вот спаситель такой Который сейчас Дарует Народу Воду Да Манну небе Воду небес Да Да Конечно Значит Если вы живете В Крыму И вы прекрасно знаете Что вода Как вы сейчас сказали Постепенно заканчивается И вы можете прикинуть Что через какое-то время Она закончится Со всем Или по крайней мере Начнутся такие проблемы Что жизнь превратится В муку чистую Ну так вы наверное Сделаете что-то Уедете просто Да Я не говорю что все удерут Все ниоткуда Никогда не удирают Но должен быть Довольно приличный Исход оттуда Ну может быть Не сотен тысяч Но тысяч людей Но его нет Понятно Его абсолютно нет Да Понятная версия Следовательно Эти люди Как минимум Проблем не испытывают И не ожидают В ближайшее время Каких-то фатальных проблем То есть проблема Нагнетается тоже Вы к этому Я думаю что она Пиаровской воды тут много Слишком много Пиаровской воды Кстати между прочим Надо добавить Еще один такой пустячок На минуточку А что если Благодаря умелым действиям Украинского государства Жители Крыма Будут реально Испытывать Большие проблемы С водой Реально Не в телевизоре А в жизни То что они сделают Они пригласят Представителей ВОЗ Евросоюза И других Богоспасаемых Организаций И скажут Политика это Очень хорошо Суверенитет Это прекрасно Международное право Это замечательно В международном праве Записано Что людей Можно морить Отсутствием воды Последний раз Этим занимался Генерал Фон Лейб В 1942 Году Рядом с Ленинградом И то он это делал Не по собственной Инициативе А по приказу Адольфа Гитлера Благородная Демократическая Украина Пытается душить Нас Отсутствием Пресной воды Дорогие господа Из Евросоюза Из НАТО Из ВОЗ Из ООН Вы одобряете Такие действия Ну слушайте У этих организаций Тоже бывает Знаете Стандарты Отличаются Для одних Одни Для других Другие Они тоже Не такие Не святые Прямо скажем Они абсолютно Не святые Они абсолютно Продажные Они абсолютно Циничные Не более И не менее Чем руководители России Украины Проглая И любви Другой страны Но всякому Цинизму Есть границы Если как нам Говорят Речь идет Реально Об угрозе Физического Выживания Полуострова То никакие Циники Тут просто При всем желании Ничего не смогут Узразить Если речь идет О сложностях С водой Да ради бога Да ради бога Это версия Понятна Ну с этой версией Понятно Примерно Про воду Давайте к следующим Перейдем Который мы Там обозначили Жесткий разговор С Байденом Путин Реакция Путина На давление Да Значит Жесткий разговор С Байденом Кошку бьют А невестке Знать дают В ответ На Оскорбление Байдена Без всякого Даже жесткого Разговора Мама Он назвал Меня Сукой Как в известном Анекдоте Когда жена Кричит Значит Своей матери Что муж Назвал ее Сукой Мама Он назвал Меня Сукой Байден Ответил Наконец Хуй С мистер Путин На весь мир Убийца Отлично И на этот раз Поскольку Ты меня Действительно Оскорбил Серьез То я уже Не буду Бомбить Воронеж Я разбомблю Москву Потому что Оскорбление Такого масштаба Что бомбежкой Воронежа Тут не отделаешься Если Россия Нападает На Донбасс Последовательно На Украину Не на Донбасс А на Украину Из Донбасса Нападает На Украину Из ДНР Нападает На Украину То она нападает Первый же артиллерийский залп Это залп Непосредственно По борту Судно Академик Черский Каковое судно Напоминаю Прокладывает Или пытается Прокладывать СП-2 Первым же залпом Академика Черского Мы потопили А дальше Что Интересное Да Такое Да Ну а что интересно Очевидно совершенно Если уж начнется война То тут немцам деваться некуда Ну простите Эти Расстреливают Мирные города Вторглись Главное не мирные города Черт с ними Не мирные города Россия Осуществила Неприкрытый акт Прямой Военной Агрессии Против Иностранного государства Случай Беспрецедентный В Европе С 1945 Года Хорошо Академик Черский Что еще Свифт отключил Академик Черский Потоплен СП-2 Взлетел на воздух Тема закрыта А дальше Как пойдет А дальше Как пойдет Если русские Остановятся То ограничимся Обломками Академика Черского А если пойдут дальше Ну чудесно Запрет на покупки Облигации Русского Русского Суверенного Долга Отключение Свифта И так далее Россия до сих пор Никаких санкций Не имеет против себя Это все треп Неприятный треп Тяжелый треп Который уже сильно Мешает Российской экономике Но до сих пор Это все равно так Комариные укусы Но если Россия Еще раз повторяю Впервые После 1945 Года Развязывает Полномасштабную Полномасштабные Военные Действия В Европе То они Просто Они европейцы Просто вынуждены Ответить Это не Грузия В Грузии Все было очень быстро Кстати Напала тогда Грузия Теперь установлено Все европейские Комиссии Это установили Но даже до тех пор Пока считалось Что напала не Грузия А напала Россия Действие было мгновенное Два-три дня Русские танки Выходят на Тбилисс И прилетает Этот самый В Сарказии Поговорили Договорили Танки отозвали Все Тема закрыта Но украинская армия Это совсем другая история Это большая группировка Хорошо вооруженная Она будет сопротивляться Это вам не грузинская армия Хорошо А если тогда Просто Ну маленькая победоносная война В духе Карабаха И Россия Решит Решила защищать Сограждан Которые на Донбассе Увидев Что Узнав разведданные Получив Что вот Украина Собирается Отвоевать Донбасс Обратно Вот эта версия Как Нет Погодите Это слишком Много Вместе Значит Давайте последовательно Маленькая победоносная война Как в Грузии В 2008 году Да Ну типа в ответ На украинские действия Так для этого Должны быть действия Нельзя отвечать На действия Которых нет Вся эта территория Просматривается Высвечивается Все Каждый вот БТР Который туда ездит Он весь Он в интернете Это не Средние века Когда неизвестно Кто на кого Первый Значит И главная Проблема в том Что там Достаточно Большая Как я понимаю Украинская Группировка Которая не Развалится С одного Удара Как Разбежалась И развалилась Так называемая Грузинская армия Сверкая пятками Удрала Украинская Группировка Будет сражаться Более того Конечно Если начнется Реальная Началась Будь Реальная Война России Против Украины То Россия Бо в ней Победила Просто потому что В России Военные Расходы Там в 10 раз больше Чем в Украине И армия Больше И население Больше И так далее Но на коротком Участке Силы-то могут Быть вполне равны Это часть Украинской армии Допустим Это 90% Украинской армии И 1% Российской армии Легкой победы Там не будет Близ Крига Поэтому это Тяжелая Склочная Бесперспективная Драка Которую все равно Остановят Растащат Макрона И Меркеля Но после того Как растащат Если это Прямая военная Агрессия Россия То это все Это конец При том Что репутация России сейчас Совсем не та Что в 2008 Году Когда с ней Все дружили И даже не та Что в 2014 Году Когда украинской Армии не было И убили Как хотели Загоняли в котлы И они ничего Не могли поделать И не надо было Формально Вводить крупные Воинские Соединения Можно было Продавать Это Как непонятно Что Конечно Там воевали Регулярные Российские Войска Кто же В этом Сомневается Но их было Не так много Ситуация была Не настолько Прозрачная А сейчас Чтобы одолеть Вполне реальную Украинскую армию Надо вводить Вполне реальные Без дураков Русские Воинские Соединения О чем прямо Говорят Все эти Козаки И прочее Они же не Говорят Что если Украина Нападет на шахтеров И комбайнеров То шахтеры И комбайнеры Дадут ей достойный ответ С помощью русских Добровольцев Ничего подобного Они говорят Мы Россия Не шахтеры И комбайнеры И добровольцы А мы Россия Придем на помощь То есть прямо говорят О русской регулярной армии Хорошо Но если это Со всех сторон Не выгодно Тогда для чего Вся эта акция То есть Видно что военным Приказ дается всерьез Ну о переброске О концентрации А зачем тогда О переброске И концентрации Да Но о войне Я считаю По прежнему Приказ не дается Переброску И концентрацию Я могу объяснить Двумя вещами Тремя вещами Первое Это Массовка Для Пиар-криков Восстанкина Прогреть Свой Внутрироссийский Электор Это ответ Номер один Что всегда Не вредно Ответ Номер два Это делается Для того Чтобы Не для того Чтобы напасть А для того Чтобы Украина Действительно Не напала На ДНР ЛНР А это возможно Конечно возможно А почему это невозможно А почему это невозможно Есть какие-то законы Природы Которые запрещают В нем Более того Как раз У Украины В отличие от России Есть полный смысл В том Чтобы это действие Произвести А именно Конечно Не Зеленский Никто И в страшном сне Не видит Захватывать ДНР И ЛНР Это абсурд Это невозможно Это ничего не даст Ну захватил Что с ними дальше делать Мучиться с ними Так а что же тогда Но у Украины Есть реальная Очень серьезная Проблема Которая Они совершенно Откровенно Говорят Намного Более реальная Чем отсутствие Воды В Крыму Украина Очень боится Что будет построен СП-2 Реально Очень боится Ага Может быть Эти страхи Преувеличены Может быть Они Тоже Раздуваются И не так Страшен Черт Украина Получает От Мордора Ренту Газовую ренту Правильно Да И в значительной степени Борется с Мордором На Мордорские деньги Вот я читал Сегодня Их вице-премьер Резников По-моему Говорит Что если Значит Этот самый СП-2 Достроят То это будет Катастрофа Для украинской экономики Поэтому мне кажется Если бы я был Президентом Украины Если бы директором Был я То простейшая мыс Действительно Спровоцировать Россию На драку Спровоцировать Не очень большую Большой драки Не будет Да Будут столкновения Будут Трупы Будет то Будет все Но украинская армия Не такого Повторяю Пошиба Чтобы русские Легко могли ее прорвать И С пением И с оркестрами Катиться на Киеве На Харьков И на Одессу Не будет этого Драка будет тяжелая Упорная И не очень долгая Потому что все-таки Вмешаются Все эти Макроны Все эти Меркели Растащат Но СП-2 Они потопили После того Как русские Напали СП-2 Им не видать Как своих ушей Ваша мысль Понятно А это для Украины А это для Украины Реально важно Опять же Может быть Преувеличено Может это не настолько Фатально Но важно Значит В таком случае Моя как президента Украины Задача Спровоцировать их На выступления Но чтобы напали Первыми они А не мы Потому что Если нападем мы И это удастся доказать То тогда Эффект будет смазан Напасть должны Они Тяжелая Упорная Не слишком долгая драка Статус Кло Восстанавливается Без этого самого СП-2 Может еще что-то Может еще Россию Наломают Это некий расчет Возможный Я совершенно Естественно Не утверждаю Что У Зеленского Или у кого-то В окружении Такой расчет Я этого не знаю Знать не могу Но по здравому смыслу Это некий Достаточно понятный расчет Но это расчет Почему я считаю Что при всем том Все равно никакой драки Реально не будет Потому что Это расчет Слишком Знаете как говорят Где тонко Там рвется Слишком много факторов Слишком много сложностей Надо чтобы напали Именно русские А не на русских Надо чтобы не было Реально тяжелого поражения Котлов И так далее Украинской армии Потому что Если будут такие котлы То в эти котлы Попадает прежде всего Сам Зеленский Со своим рейтингом Надо слишком Много условий Выполнить Я не знаю Обсуждаются ли Подобные темы С Байденом Может быть Это дружеский совет Мистера Байдена Может быть Нет такого Дружеского совета Этого я Ничего не знаю Но если искать Хоть какой-то Рациональный смысл То есть вещи Невозможные Россия Россия не может И не хочет Даже думать О захвате Украины Это абсурд Понятно И даже не Украина А каких-то Больших областей Зеленский Не хочет И не может Захватывать ДНР ЛНР Это нереально И не нужно Поэтому Никаких территориальных Захватах Не может быть и речи Ни с той Ни с другой стороны Подраться просто Ради рейтинга Это можно Но это глупо Да в России В сентябре Будут выборы И конечно Всякая война Выбор Выброс адреналина Поднимает Патриотические чувства И так далее И так далее Но это мелкая Очень тема Эти несчастные Выборы в Думу Это мелочь Это никак Не стоит Хорошей драки Понятно Это пустяки Щелкнуть по носу Байдена Ну это смешно Это не Байдена Щелкнул по носу А ты своим носом С размаху Врезался В американский Абрамс То есть без метафор Ты сам себе Подтопил И СП2 И многое другое Наконец Есть тема Что вот Украина Дескать Собирается вступать В НАТО И поэтому Мы значит Россия Что мы Россия Ну собирается Вступать в НАТО Если вы начнете Драку То что Но ничего НАТО Вступаться не будет Но это Украина в НАТО Это такая тоже Пиар Предвыборная тема Которая всплывает Регулярно Когда надо Вот именно Есть устав НАТО Его ради Украины Никто менять не будет В этом уставе Черным по белому Написано Что в НАТО Не принимают Те страны У которых есть Территориальные Территориальные споры С другими странами Украина Не просто территориальный спор А вся украинская политика Это один территориальный спор С Россией Поэтому Какой дурак Примет в НАТО Надо изменить Устав НАТО Ради Украины Даже без этого Там Чтобы выполнить Все условия Вступления Там нужно еще Не один год А может и 10 лет Ну вот В общем Все это ерунда На пустое Поэтому Если есть Какая-то Какая-то фишка Кроме надувания щек И взаимного понтования То я эту фишку Вижу только Вот В этом Но Я еще раз повторяю Что эта фишка Слишком Как говорится Далекая И слишком Привязана На тоненьких Тоненьких Ниточках Чтобы за эту фишку Прыгать Поэтому Мой прогноз Не изменился По крайней мере Я не вижу причин На сегодняшний день Этот прогноз Менять При всем Безумном Нагнетании При всех Воплях При всех Громыханиях Гусениц С той стороны И с этой стороны В реально Крупное Военное столкновение Более крупное Чем перестрелки И Ну в общем Чем те перестрелки Которые сейчас идут В реально Крупное Военное столкновение Я пока что По прежнему Не верю Эксперт Уикенд Комментарии Топ-спикеров На актуальные темы С Артемом Оставин Гори